Здравствуйте дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами об эффективности дрожжевых подкормок. Часто и в комментариях зрителей были вопросы ко мне. Друзья, что я мог ответить, если мы никогда этими подкормками дрожжевыми не пользовались? Поэтому на такие комментарии я не отвечал. Я просто был не в курсе. Но большое движение в интернете, ажиотаж можно даже так сказать. Каждый блогер считает своим долгом снять и рассказать, что мы сегодня польем, через 3 дня будем собирать огурцы, либо помидоры у нас уже будут нальются и будем собирать их кушать и так далее. Встретилась мне заметочка в одном хорошем журнале. Читатели делятся своим опытом применения различных способов, методов выращивания растений. Ну и встретилась статья, где читательница делится ее опытом по применению дрожжей. Друзья, дрожжевой коктейль, это название не от меня, это от читательницы. Я вкратце зачитаю состав. 10 грамм сухих дрожжей в ведре теплой воды, добавляется 4 столовых ложки сахара и оставляется на 3 часа для брожения. Затем 2 литра вот этого маточного раствора на 10 литров воды и поливается под корень. Ну, поддавшись вот этим всем, как говорится, модным движениям, обычно я не сторонник и проверяю всегда что-то новое на части своих растений. Это очень правильное решение, поэтому всем советую. Друзья, если что-то и вы сами не уверены в этом, на части своих растений обязательно. Может быть и вреда не будет, но вы хотя бы будете знать, есть ли польза от этого и стоит ли это проводить в дальнейшем. Такие приемы при выращивании каких-то растений. Итак, я пролил из 8 лепестков, которые находятся на этой клумбе, 3 лепестка дрожжевым вот этим коктейлем. Сейчас я предлагаю вам определить, попробовать определить, какие 3 полукруга были политы. Ну, точнее, какие 3 цвета. Сейчас полукруги не так явно выражены, потому что петуня довольно-таки разрослась. И всего 3 из этих 8 цветов были политы дрожжевым коктейлем. Вы видите какое-нибудь отличие между растениями? Ну, хотя бы небольшое. Я не говорю о том, что это шок, это бомба, это, как говорится, ну, вы понимаете о чем я, да? Что вот только так и больше никак. Я, если бы не знал, какие цвета я полил этим коктейлем, я бы никогда не определил, если бы меня попросили. Но, так как это производил я лично, то я вам скажу, полил 3 цвета. Фиолетовый цвет, вот эту сеточку розовую и вот эти малиновые петунечки. А также алисум, который растет между цветами. Вот, смотрите, в таком развитии белый цвет я не поливал дрожжами. Руби я не поливал дрожжами. Алисум, который находится между остальными цветами, я тоже не поливал дрожжами. Ну, в общем, можете видеть сами, что разницы никакой не наблюдается. Исходя из этого, я для себя лично делаю выводы, что такими коктейлями я пользоваться на своем участке не буду. Наглядный показательный пример доказывает или, ну, как бы, хотя бы дает понимание того, что особой разницы, чтобы заморачиваться еще с брожением этих дрожжей на растениях незаметно. То же самое я делал часть перцев, полил дрожжами, часть перцев не полил. Была подкормка проведена нитромофоской видео, я снимал больше 10 дней назад вот этих растений, 6 дней спустя. Дрожжевая была, которая не дала эффекта никакого абсолютно. И вчера вечером я провел подкормку монофосфатом калия, точнее фосфорно-калийную, но я подкармливал пекосидом. Друзья, если нет пекосида, можно в таком развитии растения подкормить монофосфатом калия, хотя пекосидом лучше, потому что кроме фосфора и калия в пекосиде также еще присутствует фосфорная кислота. А кислота фосфорная особенно, мы ее применяем при выращивании и рассады петунии, ну, и некоторых других цветов. Многие зрители постоянно знают, что она дает нам хорошее развитие листа стеблевой массы, зеленеют листики, появляются больше хлорофила, они становятся более зелеными, и растения выглядят более, ну, органично. Ну, должна быть зеленая листовая масса на петуниях, вот как в данном случае. Желтая она не должна быть, а именно ортофосфорная кислота очень сильно помогает нам привести петунию в норму. На этом я закончил свое видео. Ну, как видите сами, друзья, не все то полезное, что модное. Поэтому делайте выводы для себя. Возможно, у кого-то из вас и работают такие коктейли. Возможно, ну, попробуйте хотя бы часть полить, часть не полить, посмотреть, и действительно, будет ли разница на растениях, что с дрожжами у вас ого-го, а без дрожжей ой-ой-ой. Как бы, может быть, у кого-то работает, это я не знаю. У меня не заработало. Может быть, почва не та, может быть, погода не та. Хотя, почва довольно-таки плодородная, погода довольно-таки оптимальная для выращивания растений. Таких предпосылок, чтобы какой-то элемент питания не заработал при данных условиях выращивания, я не вижу. Еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч, друзья. Кому это наглядное видео понравилось, пальчик вверх, пожалуйста. Всего доброго. До свидания.